всем привет ребята вы как всегда на канале кулинарная тема перед началом ролика хочу ребят попросить вас поставить лайкосики под этим видео подписаться на канал кто еще не подписан не подписанных на мой канал ребят более 80 процентов смотрит меня без подписки поэтому я прошу тебя тебя и тебя обязательно ребят подпишитесь на канал поставьте лайкосик напишите комментарий ну и конечно же поделитесь ссылкой с друзьями на это видео а сегодня мы будем готовить долму но необычную долму конечно же по превьюшке вы уже поняли что я буду готовить долму именно в курице такого на ю тубе я еще не видел надеюсь я буду первым ну а вы поддержите меня ну что друзья давайте глянем на ингредиенты которые нам сегодня понадобятся это бараний фарш у меня здесь баранина рис я его отварил буквально после закипания где-то две-три минуты но чтобы он был более такой уже помягче а потом в курицу он соответственно приготовиться понадобится нам петрушка лук мои специи список сейчас вот здесь вот вылезет скриньте и делайте очень вкусно получается к мясу курицы отлично перец соль понадобится по вкусу потом виноградные листья то есть во что мы будем заворачивать долму вот такие вот листочки стоят они просто бешеных денег ребят за банку 750 грамм я отдал 200 рублей поэтому в этом году я думаю надо делать их самостоятельно ну и понадобится нам емкость для запекания вот такая вот у нас будет курица набивать мы будем и это все вот сюда весом она у нас 2600 поэтому готовится она соответственно будет часа наверное я думаю два в духовке ну там уже посмотрим по готовности но я думаю не меньше двух часов ну вот собственно вот такие ингредиенты давайте будем приступать итак для начала я приправлю курицу пусть она у нас маринуется пока мы делаем фарш и все остальное блюдо это ребята азербайджанской кухни но у меня сегодня не классический рецепт вообще это блюдо много где готовят также и в турции в армении и в грузии много где готовят долму поэтому у меня сегодня такой даже свой какой-то рецепт будет курочку кстати я вот здесь вот обратите внимание зашил нитками шею чтобы у нас лишний сок из нее не вытекал также с обратной стороны мы посыпаем ее солью и специями интересное сочетание вкуса у нас получится ребят фарш у нас бараней и будет готовиться в курице я думаю что получится очень вкусно самое главное на нам не спалить нашу курочку ну вот так вот обмазали пусть она лежит маринуется а мы пока приготовим фарш нарежем лучок сначала потому что нам надо его немножечко обжарить не совсем мелко просто если положить его в сыром виде он будет вареный поэтому мы немножечко его за пассируем а потом уже положим фарш высыпаем его на сковороду немного про пассируем буквально чтобы он стал просто мягким до золотистости жарить мы его не будем пока лук жарится нарежем петрушку блин ваша не смотреть еще продают а одни палки такие вот толстые стебли конечно нам здесь не нужны а листики мелко нарежем так нарезанную зелень мы отправляем к баранине чем ее больше будет тем вкуснее вот посмотрите лучок уже стал прозрачным некоторые даже уже под золотились кусочки ну все мы его снимаем этого нам будет достаточно и прям горячий отправляем сюда к нашему фаршу если вы любите вареный лук ребят этого можно в принципе не делать просто я не особо люблю вареный лук поэтому я делаю именно так так рис пока я добавлять не буду сейчас мне нужно это все дело размешать вот как то так а теперь потихонечку добавляем рис я думаю даже много мне его не понадобится так просто чтобы был чуть-чуть и сытнее будет ну и вкуснее конечно же потом он будет впитывать вот этот бульончик который будет у нас образовываться внутри курицы я думаю что будет вкусняшка ребят теперь мы его приправим черный перец ну и конечно же соль опять все хорошенечко замешиваем вот видите ребят фарш густоватый да это можно исправить налив в него немного воды и постепенно ее подливаю чтобы он у нас становился более-менее однородный такой вот видите уже совсем другая консистенция это как на хинкале еще чуть-чуть можно водички подлить вот видите какой он встает и он не будет жестким он будет сочным все ребят наш фарш готов сейчас он буквально пять минут стоит еще раз его перемешиваем и начнем делать наши дал мишки итак друзья финальное перемешивание чтобы все у нас распределилась хорошенечко по фаршу соль перец лук зелень и рис пахнет ароматно итак берем лист винограда у него есть глянцевая часть видите она блестит а есть шершавая часть так вот фарш нам нужно выкладывать именно на шершавую часть чтобы он лучше удерживался ну и конечно же внешний вид чтобы был лучше смотрите закручиваем так так один раз так загибаем здесь края и вот так вот такая вот долма у нас получается и видите она как блестит соответственно выглядит лучше но и вот так вот лепим точнее крутим у меня все лепим да лепим фарша много не кладем стараемся его класть по чуть-чуть чтобы у нас все хорошо заворачивалась один раз так здесь подгибаем и вот так ну что ребят крутим последнюю дал мушку фарша прям в аккурат хватило смотрите осталось вот столько и того получилось у нас раз два три 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 это 4 25 26 27 28 29 30 30 штук но поместится ли они у нас в курицу вот это вот очень большой вопрос так что давайте сейчас немножко приберемся руки помоем и начнем уже начинять нашу курочку начинаем начинять курочка наша уже ну немножечко промариновалась смотрите сколько там места посмотрим сколько влезет туда наших дал мушек а вы пока ребят пишите в комментариях сколько штук залезет в эту курицу ну что ребят угадали влезла всего лишь 15 штук но ничего этим и сварим отдельно нитку делаем в 4 слоя чтобы было пожестче наш шовчик и вот так вот зашиваем ну вот так вот у нас получается здесь более-менее у нас все зашито спереди у нас тоже все зашито так курочка у нас обмазана специями с обоих сторон берем значит вот такую вот одноразовую форму но она у нас получилась к почему-то многоразовая можно ее использовать и много раз на дно выложим овощи у меня морковка и картошка просто как-то ее на порежем чтобы курица не касалась у нас этого на и вот так вот пока положим спиной вверх здесь вот еще специи остались можно их под собрать размазать на курочку под мышечки и натереть и отправляем ребят ее в духовку пока на часик где-то при температуре 200 220 градусов а потом уже посмотрим нам сейчас ее надо год самое главное запечь потом если вдруг она у нас будет подгорать то мы уже накроем фольгой убавим температуру и уже до готовности и и доведем отправляем сюда нашу курочку вот так и температуру делаем на троечку сейчас она снизится будет где-то 200 220 градусов прошел нас сейчас ребят давайте заглянем в духовочку что там происходит вау вот так вот наша курочка жарится смотрите как запекается хорошо соответственно внутри у нас прогревается наша дал мушечка я вот думаю наверное ее все таки можно перевернуть здесь у нас уже нормально она как бы подзолотилась поэтому давайте попробуем ее перевернуть на другой бачок чуть-чуть оливкового масла вот так я перевернул ребят смотрите здесь она белая с той стороны уже поджаренная поэтому как раз сейчас еще часок ее подержим все у нас приготовится блюдо наше будет в принципе готово и как раз у нас со стороны грудки курица тоже уже поджарится где-то 220 держим еще час прошел у нас час ребят еще один запахи здесь стоят просто нереально и очень вкусно пахнет мы сварили 15 дал мушек которые у нас остались ими пока перекусили сейчас у нас будет основное блюдо газ мы выключаем посмотрите друзья какая аппетитнейшая курочка у нас получается вот так вот аккуратненько сейчас она у нас немножечко отдохнет пускай минут наверное 10 полежит хотя бы чуть остынет а потом уже мы ее порежем на порционные кусочки достанем нашу долму продегустируем все это дело так что не переключайтесь ну что ребят разрезаем нашу курочку хочу это сделать со стороны грудки лишь бы она настолько не развалилась и вот здесь не повредить нашу долму нитки обрезали нитки обрезали нитки 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребятки, наконец-то мы это делаем. Дегустация. Посмотрите, какая хрустящая кожица получилась. Вы все видели, да? Очень хрустящая. Курочка полностью готова. Даже ножки немножко уже сухие. Но у нас дело в долме. Не осталось у нас вареной долмы, мы все съели. Но хочу я сравнить. Давайте вкусаем. Я вам скажу, это совсем другой вкус. Она сочная. Которые 15 штук у нас остались. Я варил 35 минут. На медленном огне. Здесь она готовилась 2 часа. В курице. И пропитана соком курицы настолько. Но это совсем другой вкус. Я вам честно говорю. Как бы попробовал я 2 варианта. И так, и так. Но этот вариант мне нравится больше. Сладкая морковка. Картошечка. Картошечка даже чуть аль денте. Ну а я, ребят, на этой вкусной ноте буду с вами прощаться. Хочу пожелать всем приятного аппетита. Кушайте так же вкусно, как мы. Готовьте вместе с нами. Подписывайтесь, ребят, на канал. Я уже говорил в начале ролика. Подписывайтесь на соцсети. Ставьте лайкосики. Делитесь этим видео в соцсетях. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Ну и всем пока, друзья. До новых встреч.